Добрый вечер, аудитория. Добрый вечер, Уникс. Очень приятно, что меня пригласили на данное мероприятие. Я Халил Салахаддин, отец троих детей, успешный бизнесмен. Почему успешный? Потому что мой путь бизнесмена начался в 12 лет, а уже в 16 лет я стал финансово независимым. Что означает финансовая независимость? Чтобы вы понимали, это значит, я у своих родителей, у мамы, у папы не брал денег на свои повседневные расходы. Я сам зарабатывал, сам аккумулировал, сам тратил. И, соответственно, уже в 16-17 лет у меня был бизнес. И сегодняшняя тема моего выступления как спикера – это путь предпринимателя, я его называю путь самурая, это мотивация и, соответственно, это нетворкинг. Вкратце я расскажу об этих трех составляющих сегодняшнего моего выступления. Путь предпринимателя, он на самом деле очень интересный, он очень познавательный, он захватывающий. Но сразу скажу, что не все рождены для того, чтобы быть бизнесменами или предпринимателями. Почему? Потому что это большая доля ответственности, которую человек берет на себя. И я хотел бы спросить у аудитории, учились ли вы в школе или в институте на то, как зарабатывать, как генерить деньги? Была такая у вас наука? К сожалению, да. И в моем детстве, то есть я родился еще в Советском Союзе, я еще из тех динозавров, которые хорошо сохранился. И в моем детстве, тогда, когда я учился в институте, учился в школе, у нас было табу на такие моменты, как деньги, как их зарабатывать, и секс. Вот эти две составляющие были прям табу. О них было страшно говорить. На самом деле, сейчас времена кардинально изменились, и поэтому зарабатывать деньги и быть финансово независимым стало модно. Это похвально. И для этого есть много рычагов, в том числе и в нашей продвинутой республике. Есть такая площадка, как и фабрика предпринимательства. И, исходя из этого, я вам немножко расскажу о том, что вас ожидает. Ожидает следующее. Для того, чтобы быть успешным предпринимателем, нужно иметь обязательно цель. У вас должна быть мега-цель, мега-идея. Если нет у вас цели, нет мега-идеи, то все ваши начинания или какие-то действия, они, скорее всего, будут обречены на провал. Почему? Потому что только глобальная миссия и глобальная цель мотивируют человека для ее достижения. Без этого очень сложно идти в путь предпринимательства. И, исходя из этого, по статистике, многие компании, которые открываются, ну, скажем так, 4 компании, наверное, из 5 компаний, в течение года закрываются. То есть компания открылась месяц, 2-3, до года, и компания слилась, умерла. Почему? Потому что у предпринимателя не хватает каких-то навыков, возможно, у него нет глобальной цели. И, исходя из этого, провал бизнеса. В связи с тем, что времени не так много мне выдано на данный спич, на данное выступление, я скажу историю из своей жизни и потом плавно перейду к следующей теме. А история была такая. У меня сын, ему 14 лет, он первоклассный футболист, занимается футболом, и я, будучи его отцом, его тренирую, его наставляю, ему помогаю в этом идти вперед. И как-то за вечерним ужином я спросил у своей семьи, как вы думаете, почему я тренирую и вкладываю свои ресурсы, денежные и временные, в своего сына? Первая ответила моя старшая дочь, ей 20 лет, она говорит, что папа, ну, это твой сын, ты его очень любишь, поэтому ты ему помогаешь. Вторая ответила моя супруга, она сказала, это отцовский инстинкт, это любовь к сыну, и, исходя из этого, ты тренируешь и вкладываешь в своего сына. Моя младшая дочь, ей было тогда меньше года, она весело улыбалась, ей нравится, когда мы вместе собираемся, она, естественно, ничего не сказала. А только сын ответил четко, ясно и правильно, он сказал, папа, в первую очередь, тебе самому нравится заниматься футболом, спортом, и поэтому ты меня тренируешь. Он ответил совершенно четко и правильно, на самом деле это так. Если у вас есть цель, и эта цель вам нравится, то вы обязательно достигнете успеха в любых начинаниях. А теперь я плавно перейду к следующему углу, это мотивация. Мотивация – это побуждение к действию. Соответственно, есть такое высказывание двух специалистов в области психологии, они это сказали независимо друг от друга и в разное время. Один из них сказал, что ваша любимая деятельность или работа – это та, за которую вы готовы заплатить деньги, если они у вас имеются. А второй сказал, что ваша любимая деятельность или работа – это та, в которой вы не боитесь потерпеть фиаско или неудачу. Это та деятельность, где будут вас осмеивать, но вам это будет безразлично, потому что вам это нравится. И на самом деле это верно. Я бы сказал, что на перепуте вот этих двух высказываний лежит истина. Поэтому, если у вас есть чёткая, ясная цель, и вы готовы за неё даже заплатить, то успех вам будет гарантирован. И путь предпринимателя, он как путь самурая, он не быстрый. То есть тут инвестиции, они вкладываются в будущее. Не так, что сегодня ты что-то посеял и через 2-3 дня ты это пожнёшь. Нет. Ну и так, если взять по мотивации, то существует 4 основных, скажем так, разновидности мотивации. Это мотивация, значит, внешняя, то есть внешняя мотивация, которая никак не связана напрямую с индивидуумом или с его видом деятельности. Ну, например, человека мотивирует какой-то фильм или какая-то музыка или действия других людей. Вот это называется внешней мотивацией. Второй пункт – это внутренняя мотивация. Это когда вы непосредственно относитесь к вашей деятельности. Допустим, если вы спортсмен, и у вас есть цель отжаться там тысячу миллионов раз. И вот вы к этой цели идёте постепенно. Вот это внутренняя мотивация. Третий вид мотивации – это мотивация, связанная с хорошим и плохим. Соответственно, это положительная мотивация и отрицательная. Ну, например, вам сказали, ректор сказал, если вы придёте на данное мероприятие, всем я поставлю зачёт. Было такое? А ну, признавайтесь, что молчите, публика, загревайтесь. Да. И наоборот, если вы не придёте, то, соответственно, пеняй на себя. Вот это как бы отрицательная и положительная мотивация. И четвёртый вид мотивации – это постоянная и непостоянная мотивация, такие как, например, если это постоянная мотивация, то это наши жизненные потребности. То есть это питание, это жильё, ну и тому подобное, всё, что связано с нашими физическими потребностями. Если проще сказать, чтобы ваша мотивация была замотивирована, то надо включить турбопушку. Кто-нибудь слышал о таком турбопушке? Да, говорят, молодёжь говорит на таком языке – турбопушка. Чтобы запустить турбопушку, как минимум, как минимум, нужна энергия. Вот чтобы эту вот турбопушку подпитывать, у вас должна быть цель, да, а чтобы она шла в действие, у вас должна быть энергия. И вот есть такие моменты, что для того, чтобы мотивация была, ну как бы она действовала, на самом деле работала, людям не хватает силы воли. Здесь вот я слышал, когда представлял, да, соответственно, вот наш ведущий Салават, он сказал, что здесь много студентов из физических институтов, из химических, да, институтов. И, соответственно, вот сила воли – это сущие воды химия. Почему? Потому что сила воли – это тоже такой же, скажем, участник нашего организма, который питается энергией. А сила воли подпитывает глюкоза, то есть чистой воды глюкоза. То есть если вы будете использовать глюкозу, употреблять глюкозу, там, или спортивном питании, то это повысит вашу силу воли. Соответственно, а для того, чтобы сила воли не очень быстро расходовалась, ну то есть не так сильно затрачивалась, надо любые действия в бизнесе, во повседневной жизни доводить до привычки. Может быть, кто-то из вас слышал, есть такое правило – правило 21 дня или правило 5 минут. Я сейчас вкратце расскажу. То есть говорят, ну есть такое мнение, и, в принципе, я подтверждаю это мнение, ну у кого-то, может быть, оно немножко дольше задерживается, что если вы какое-то действие делаете в течение 21 дня, то у вас это входит в привычку. И, соответственно, если у вас это действие дошло до автоматизма, ну как водить машину или там научиться плавать, да, то есть вначале сложно, 21 день сделал, научился плавать, всё, потом прям на автомате. И, соответственно, уже вот на это действие сила воли не тратится или тратится в ограниченном количестве. А правило 5 минут – это такое правило, когда человек, ну, допустим, надо ему сделать, подготовиться к завтрашней сессии. Очень сложно, не хочется, хочется погулять, пообщаться с друзьями, а тут ещё пригласили там в какой-то бар, на какой-то кинофильм, тут любимая просит там сходить с ней погулять. Но если человек задействует на это действие, да, на подготовку к сессии 5 минут, начально 5 минут, то уже шестая, седьмая минута пойдёт на автомате, то есть он войдёт, разогреется, так же, как в спортивном зале. Вначале сложно там бегать на дорожке, да, тяжело, думаешь, зачем я сюда пришёл, а что такое там, полежал бы дома там, да, перед телевизором посмотрел бы. Начинаешь работать, начинаешь бегать, всё, ты разогрелся, кровь пошла, физика и химия заработала, соответственно, вперёд в путь. Я так понимаю, надо это самое завершаться, да, чтобы другие спикеры выступали. Ну и вот, исходя из этого, используйте вот эти правила и скажу так, что мотивацию, мотивацию, моё мнение, питает глобальная цель. У вас должна быть миссия, цель, идея. Силу воли, если по химии, то питает глюкоза и дисциплина. А вот чтобы выработать дисциплину, многим людям необходим коуч, необходим тренер, необходим наставник. Есть отличие, кто такой коуч, наставник и кто такой тренер. Тренер – это тот, кто вхож в ваш бизнес или в ваше дело. А вот коуч и наставник – это те люди, которые издали, вам помогают, вас оставляют, вас мотивируют. Ну, чтобы вы в дальнейшем понимали, да, что тренер и коуч – это разные вещи. Хотя с английского языка, ну, коуч и тренер как бы обозначают одно и то же. Теперь я перейду к заключительной части – это нетворкинг. По поводу нетворкинга. С английского языка нетворкинг переводится как создание сетей, сплетение сетей. Ну, это социальных сетей. Но это не говорит о том, что это Facebook, Instagram, Telegram, не об этих сетях. Это говорит о сетях, когда человек тет-а-тет может познакомиться, он не боится, он открыт, да, к общению. И, соответственно, в основном сейчас это идёт, конечно, в бизнес-среде, вот модное такое веяние, да, нетворкинг. А лучшее место для нетворкинга – это пространство для коворкингов, да, то есть там собираются люди, бизнесмены, там предприниматели. И вот на этих мероприятиях обязательно для начинающих предпринимателей, я прям вот скажу, такие вот, ну, как бы, фишки, да. Те, кто начинает свой путь бизнесмена, да и вообще свой путь предпринимательства, обязательно ходите в коворкинг-помещение, обязательно посещайте нетворкинг-встречи. И желательно туда ходить, это вот прям вот правило, железное правило, туда желательно ходить по одному. То есть не берите на эти встречи, на эти нетворкинг-встречи, бизнес-встречи своих друзей, своих близких. Почему? Потому что если вы туда придёте не один, вы уже заведомо говорите, что я не один, не подходите ко мне. И, соответственно, вам будет сложно общаться с другими людьми. Это первое. Второе. Всегда приходите на эти мероприятия, на эти встречи заведомо пораньше. Почему? Потому что у вас будет время познакомиться, поменяться визитками. Кстати, если о визитках, то сейчас современные технологии позволяют делать вот такие QR-коды. И, соответственно, если делаете визитки, делайте вот с такими штуками, откуда можно с помощью программ считывать информацию о вас. Это удобно, быстро, это по-современному. Следующий момент. На этих мероприятиях никогда не навязывайте свои услуги или свои товары. То есть не стоит. Наоборот, предлагайте то, что вы можете дать обществу. Вот это будет привлекать. То есть работайте по принципу «даю, даю, даю, и только потом получаю». Только так. По-другому это не работает. Люди будут вас отвергать. И в заключении скажу, что фабрика предпринимательства в нашей республике, в республике Торстан, дает большие возможности именно для нетворкинга, дает большие возможности для создания бизнеса, для создания предпринимательства. Поэтому всех вас ждем на фабрике предпринимательства. Будьте счастливы, любите жизнь, заряжайтесь энергией и позитивом. Всем спасибо. Халил, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!